В Казахстане в зоне опасного воздействия паводков проживает более 1,4 миллиона граждан и расположено свыше 32 тысяч объектов жилищного фонда социально-культурного и производственного назначения. С учётом этого, министерством, совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами, принимается в практической мере по защите от паводков. Так, построенный по заданию нашего президента Нурсултана Община Зарбаева, как сарайский контррегулятор, обеспечил в 2010-2012 годах безопасность от павок Казлардинской и Южно-Казахстанской областей и аккумулировал за этот период 6,1 миллиарда кубометров чистой воды для нужд сельхозпроизводителей региона. Построенный в 2010 году комплекс противопаводковой защиты города Астаны не допустил затопления левобережья столицы, при этом собрав 30 миллионов кубов паводковых вод. По нашей инициативе мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций включены в стратегический план развития республики, прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2020 года, стратегию национальной безопасности на 2012-2016 год. Мероприятия по предупреждению ЧАЭС также включены в программе развития агломераций и моногородов. В паводковый период большей частью акиматов областей используются данные космического мониторинга, что способствует своевременному реагированию на паводковую ситуацию. В 2011 году всего построено, отремонтировано 140 километров защитных дамб, выполнено дно углубления, спрямление, расширение 700 километров паводковоопасных рек. В 2012 году эта работа продолжается. Кардинально в 2011-2012 году проводится работа по ремонту гидротехнических сооружений. При этом хотел бы отметить положительную работу в этом направлении акиматов Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-Казахстанских областей. Так как акиматам Алматинской области на проведении меры упреждающего характера только в 2011-2012 годах из областного бюджета выделялось более 1 миллиарда тенге. Вместе с тем, по ряду мероприятий, предусмотренных в программах развития территории и стратегических планах местных исполнительных органов по обеспечению безопасности жизнедеятельности, не определены источники финансирования. В частности, эти мероприятия финансово не подкреплены. В Акмолинской, Тераусской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Казардинской, Магенгистауской, Североказахстанской областях. Я, Сергей Книгмич, не имею в виду те резервы, которые выделяются на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. И здесь бы хотелось обратить внимание акиматов на то, что политика решения вопросов предотвращения ЧАЭС только за счет республиканского бюджета, это, на мой взгляд, не позволит должным образом организовать защиту населения и экономического потенциала чрезвычайных ситуаций. Для своевременного принятия мер и проверки готовности к паводкам министерством ежегодно проводится республиканское штабное учение «Весна». С 2010 года нами проводится совместное учение, тренировки и обмен информацией с пригодничными районами Российской Федерации и Киргизии по вопросам реагирования на паводковую ситуацию на трансграничных реках. Министерством отработан механизм обмена гидрологической информацией о состоянии рек и снегозапасов с гидрометом и комитетом водных ресурсов Министерства сельского хозяйства, что позволило своевременно среагировать и не допустить затоплений в западно-казахстанской и восточной казахстанской областях в текущем году, приступить к развертыванию мер предупредительного характера в Южно-Казахстанской, Жамбульской и Карагандинской областях. Однако, несмотря на принятые меры, в 2010-2012 годах в Казахстане от паводков пострадало 146 населенных пунктов, подтоплению подверглось 5064 дома и 11400 дачных и хозяйственных построек, и зон подтопления эвакуировано более 31 тысячи человек. Анализ показывает, что 107 населенных пунктов были подтоплены из-за резкого таяния снега, прошедших дождей, и вследствие этого разрушений, переливов малых водохозяйственных и реагационных сооружений. 38 населенных пунктов подтоплены из-за интенсивного подъемного уровня воды в ходе весеннего притока в реках. Село Шарын Алматинской области было подтоплено из-за перекрытия русла реки вследствие нарушений строителями руслового режима пропуска. Вот из-за чего образовалась наледь, приведшая к подтоплению поселка. Общий материальный ущерб от паводков за последние три года составил, по нашим подсчетам, более 28 миллиардов тенге. С учетом этих факторов нами введено в практику принятие упреждающих мер организационного характера. Так, в феврале текущего года задолго до паводков проведено заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезчайных ситуаций, в которую входят представители практически всех министерств и ведомств нашей страны, на котором были выработаны комплекс привитивных мер противодействия паводкам. Однако в текущем году мы столкнулись с паводками в тех регионах, для которых подтопление не характерно. Это город Жанавзень Мангистауской области и город Жасказган Карагандинской области. В Жасказгане подтопление произошло в осенний период из-за перелива дренажного канала, который не справился с очень сильным дождем, и вода возошла в 105 домов. Анализ проводимой работы по предотвращению паводков указывает необходимость строительства 547 километров и усиление 185 километров защитных противопаводков дамп, проведение дно углубления и расширение около 740 километров русел, 174-х паводкоопасных рек. Острее данный вопрос стоит в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. Особо остро стоит проблема противопаводковой защиты НЦПС «Харгос», ТЭО, на которой в ближайшие дни, я надеюсь, будет защищено. Особо хочу отметить необходимость проведения собственниками и гражданами, использующими поливные каналы реки, своевременно их ремонта и очистки, соблюдение требований к особому режиму водоохранных зон и природных водотоков. Не допускать в данных зонах строительства зданий и сооружений, появления свалок мусора, которые зачастую являются основными причинами подтопления дворовых построек и домов. Необходимо изживать еждевенчество граждан, проводить субботники по подготовке о рыках, мелкие входоприкосных сооружений, близкие мест проживания, активизировать работу в этом направлении природоохранной прокуратуры, общественных организаций, а организовывать своевременный вывоз снега в зимний период. Необходимо увеличить количество постов и снегомерных маршрутов КАЗ «Гидромета», уточнить данные среднегодовых нормах снежных запасов во всех регионах Казахстана. Надо заблевременно проводить очистку от снега поселков, городов, водопропускных сооружений под железнодорожными и автомобильными дорогами, что является тоже одной из причин нарушения транспортных магистралей. Особенно требуется большое внимание координации между МСХ и МЧС в деле накопления воды в Шардаринском водохранилище и установления уровня льда на реке Сырдарья. В этой связи совместно с МСХ, Министерством сельского хозяйства, нами будет разработаться оптимально безопасный режим Шардаринского водохранилища на период ледообразования. На наш взгляд целесообразно использовать все-таки все 5,4 миллиарда кубометра объема Шардаринского водохранилища для накопления воды в весенний период. Последние годы мы накапливаем там где-то около 5 миллиардов всего. Надо обратить внимание еще на один вопрос. При паводках мы вынуждены перебрасывать наши полки гражданской обороны на многие тысячи километров в связи с тем, что центральные, западные регионы и столицы не прикрыты спасательными силами Министерства. С 2004 года рассматривается вопрос создания спасательного центра вблизи страны. Есть необходимые поручения руководства правительства, однако в настоящее время вопрос не решен. Уважаемый Сергей Книгмич, прошу вашей поддержки. Уважаемые коллеги, вопросы защиты населенных пунктов от пожаров, в том числе ландшафтных, актуализируются. В текущем году на территории республики зарегистрировано более 6 тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, площадь которых превысила 183 тысячи гектар. Погибло 3 человека, 5 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжестей. Найболее сложная обстановка с пожарами складывалась в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северко-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. Так, 22 апреля на территории двух районных Алматинской области одновременно произошло 15 природных пожаров, которым уничтожено и повреждено 4 жилых дома, 14 надворных построек, погибло 15 голов скота. С учетом сложной обстановки с защитой сельских населенных пунктов от пожаров, в бюджетный кодекс по нашей инициативе внесены нормы, предусматривающие возможность выделения районными акиматами финансовых средств на обеспечение мероприятий по профилактике тушения ландшафтных пожаров, а также предотвращению ЧАЭС различного характера. Однако эта норма используется не всеми акиментами и достаточно эффективно. В 2010 году у правительства утвержден план ликвидации лесостепных пожаров межрегионального характера, который предусматривает привлечение для ликвидации крупных пожаров свыше 24 тысяч человек и более 4 тысячи единиц техники различного назначения, в том числе 12 вертолетов, 45 пожарных поездов. Следует отметить, что для ликвидации пожара в августе текущего года на горе Мохнатка в Алматинской области, согласно плану, было привлечено межведомственной группировкой сил и средств в составе 5 вертолетов, что практически сделано было впервые, 45 единиц техники и 795 человек личного состава, что позволило практически за сутки потушить пожар. Постановление о выделении 288 миллионов на ликвидацию последствий находятся в канцелярии, но подготовительные работы и средств уже идут к оселезащитам совместно с Акиматом. Мы такие работы ведем, и Акимат провел благодарительную акцию достаточно интересную, и уже нам выделяют дополнительные средства на оборудование снегозащитными сооружениями, ряда других лотков, где раньше таких лотков не было. В сентябре 2010 года в Лебяжинском районе Павлодарской области в результате возникновения пожара в лесном массиве, сопровождаемом шквальным ветром, погибло 6 граждан Казахстана. Огонь перешел на территорию России, где было уничтожено 420 жилых домов. Тушение осложнялось сложной процедурой перехода государственной грозницы спасательными подразделениями двух стран. С учетом этих событий, по инициативе главы нашего государства, данная проблема была рассмотрена на 8-м форуме приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией в городе Астрахань. В ходе работы 9-го форума в городе Павлодаре подписан протокол к соглашению между правительством Республики Казахстана и правительством Российской Федерации 8 марта 1994 года, предусматривающий упрощенный порядок пересечения государственных границ аварийно-спасательными службами и формированиями наших стран. Я полагаю, это будет серьезным подспорьем в оперативности принятия решений по тушению пожаров. Хочу отметить, что на процесс реагирования на ландшафтные пожары оказывает отрицательное влияние то, что в настоящее время пожарные части имеются только в 271 населенном пункте республики, а в 87 населенных пунктах с численностью 5000 и более человек противопожарная служба отсутствует. При этом уровень оснащенности подразделения МЧС составляет 53% от норм положенности. На вооружении состоит 200 642 единицы пожарной техники. Дополнительно необходимо 2150 автомобилей. За последние три года в противопожарную службу поступило всего лишь 220 пожарных автомобилей, что понятно, при таких темпах мы не только не восполним недостающие единицы, но и не сможем компенсировать выбывающую технику. Здесь я хотел бы обратить внимание, Сергей Пенегович, по Вашей инициативе в свое время была принята очень интересно и разработана программа по развитию Жасказганского региона. Мы туда вносили свои предложения по формированию и структур противопожарной защиты и водно-спасательных служб. Но как-то у нас получается, как только не разрабатывается такая программа, доходит до Министерства экономики и Министерства финансов, пилить начинают с наших мероприятий. Практически так Никобейкин, Жасказганский регион, на укрепление инфраструктуры МЧС и не было выделено. Я хотел бы еще раз обратить внимание. Я уже не первый год обращаюсь с такой просьбой, но где-то хотелось бы, чтобы все-таки интересы МЧС при разработке региональных планов и программ учитывались и соответствующим образом подкреплялись. Понимая, что создание профессиональных подразделений и государственной противопожарной службы во всех населенных пунктах практически невозможно, в настоящее время создано 4 381 добровольное противопожарное формирование. Положительным примером является организация работы в Восточноказахстанской, Алматинской, Тараусской, Западноказахстанской областях, где за счет средств местных бюджетов и сельскохозяйственных предприятий функционируют сельские опорные пункты пожаротушения. В среднем добровольными формированиями из привлечения государственной противопожарной службы уже потушено 11% степных пожаров и возгораний. В Карагандинской и Актюбинской областях более половины ландшафтных пожаров оперативно ликвидируются добровольцами. Похододайство Акиматов Акмолинской, Алматинской, Жамбылской областей для организации пожаротушения в сельском местном СМЧС передало 37 пожарных машин, подлежащих списанию. Они ремонтируются и ставятся на дежурство в сельских образованиях. Я хотел бы обратить внимание, что в Павлодарской области материально-технически укреплены подразделения, которые осуществляются тушением пожаров. 80% дробовольных формирований также требуют укрепления техническими средствами. Хочу еще раз напомнить, что у нас начинается разворачивание производства пожарно-технического оборудования и сейчас в Уральской Агримаше, в Западно-Казахстанской области, создана коммунальная машина, которая помимо коммунальных проблем может решать еще и тушение пожаров. Отдельно хочу остановиться на проблеме тушения пожаров в труднодоступной местности с использованием вертолетов. В настоящее время на балансе Министерства имеется 9 вертолетов, приспособленных для тушения пожаров, однако 5 из них находятся на ремонт и восстановлении, 2 из которых, Ми-26, кстати, если мы их получим, мы получим очень великолепный инструмент тушения пожаров, они находятся в Российской Федерации. Между тем, Российский авиационный завод уведомил нас, что по объективным причинам не успевает завершить до конца текущего года ремонт данных вертолетов. Где-то около 10% суммы на ремонт не будет освоено, и в этой связи, Сергей Круглович, прошу Вашего решения на пролонгацию части средств на 2013 год для того, чтобы получить эти вертолеты на вооружение. Продолжение следует...